Сразу на 16 улицах Валматы проложили новый водопровод и отремонтировали дороги. Масштабную модернизацию жители Алатаусского района ждали на протяжении многих лет. Весной и осенью горожане буквально утопали в грязи и лужах, а летом дышали пылью. Автолюбители жаловались на постоянный ремонт своих железных коней, а пожилые и дети на проблемы со здоровьем. Но теперь все муки людей позади. О том, как было и как стало, расскажет мой коллега. Посмотрите на улицу Соквакпаева. Вот так вот выглядит наша улица в ужасном состоянии. Вот так еще недавно выглядели улицы Соквакпаева, Усть-Каменогорская, Фадеева в Алатаусском районе. И по такому бездорожью люди передвигались многие годы, утопая в грязи и лужах. Все дело в том, что прежний подрядчик, взявшийся провести инженерные коммуникации взамен аварийных, так и не выполнил свои обязательства. После многочисленных жалоб местные чиновники решили завершить начатое. В 2017 году прежний подрядчик не выполнил в полной мере взятые на себя обязательства по проведению инженерных коммуникаций и дорожно-строительных работ. По просьбам местных жителей мы решили полностью завершить работы на данном участке в этом году. Привлекли другую компанию, которая сразу же приступила к работам на основе уже имевшегося проекта. Работы по прокладке водопровода и канализации на 16 улицах начались в июне этого года. Еще до наступления холодов местные жители успели оценить проделанную работу. Когда у нас идет снег, дождь, грязь, соответственно, это то есть мы из дома выходили, одевали там целлофановые пакеты, бахилы, чтобы как-то пробраться сквозь это. Соответственно, это летний период, это пыль. Это невозможно, потому что дети, вот у меня жена асматика, у меня асматика, а чуть до асмы не довело. Вот эта вся пыль, это все здесь облако стояло. Когда сейчас пик идет. Вдоль нашей улицы есть два детсада и школа. Мы не могли детей спокойно отправить на занятия. Не было тротуаров. Но теперь все неудобства позади. Мы благодарны. Представитель подрядной организации рассказал, что все работы на участке удалось завершить досрочно. За семь месяцев строители проложили семь с половиной километров инженерных сетей и заасфальтировали все дороги, включая подъезды к каждому жилому дому. Мы столкнулись с рядом трудностей. Они были связаны с тем, что на данном участке сети, которые были, находились в аварийном состоянии. Местами их просто не было даже. И для того, чтобы максимально обеспечить комфорт жителей, мы вынуждены были работать при существующем водопроводе, не перекрывая его. Сейчас на улицах ведется установка колодцев и строительство детской площадки. В следующем году власти района полны решимости модернизировать и наружное освещение. Яс Махамбетов, Сагангалим Унайт Пасов, телеканал Алматы.